Продолжаем нашу научную работу. Я рад приветствовать Алексея Валерьевича Исаева, который известен нам как очень активный, плодовитый, независимый до недавнего времени исследователь. Он оказался у нас уже не независимым, а уже кандидатом до сотрудником. Раньше был какой независимый, а сейчас уже все статусный исследователь. И самое главное, он известен своими очень хорошими, многочисленными, замечательными яхт-читателями-покупателями трудами по военной истории. Но здесь он явится в новом обличии исследователям стратегической глубины. Правильно? Да, то есть на стыке. На самом деле я поясню, что исследование военных операций вынудило меня обращаться к экономике, потому что иной раз ответы в оперативных документах не всегда находились на все вопросы. А вот если это состыковать с документами экономическими и производственными, то с ответами становилось уже намного лучше. Можно было ответить на вопрос, почему был так неудачен Ржев, почему, опять же, наоборот, был удачен опыт Курской Дуги. В приложении нашей сегодняшней теме хотелось бы объяснить и рассказать свое видение того, насколько Советский Союз был готов к тому, чтобы сражаться без промышленности европейской части страны. И у нас тут достаточно такой узкий круг, поэтому я себе позволю повторить свою традиционную репризу относительно товарища Сталина как наф-нафа русской истории. Как человек, на самом деле, если говорить серьезно и формально, человек с большим горизонтом планирования. Вот этот горизонт планирования, он был везде, во всей истории, и со строительством заблаговременных рубежей, как известно, под Сталинградом, те позиции, которые пошли в бой в июле 42-го года, их начали строить в 41-м. И то же самое можно сказать и о промышленности. Гора Магнитная была широко известна как бы не с 18-го столетия, но проект построения металлургического комплекса на этом месторождении, он был чересчур рискованным. И он был рискованным из точки зрения западных инвесторов в начале 20-го века. Ну и на самом деле в 20-е годы, если почитать, что-то писали в журналах, тоже считали проект чересчур рискованным. И понадобилась политическая воля, чтобы его реализовать. И в том числе опровергнуть экономические расчеты о том, что 2000 километров до Кузбасского угля, это на самом деле мало в середине 20-го века. И была построена магнитка, и магнитка по существу стала одним из таких спасительных, спасательных кругов Советского Союза в 41-м году. Когда Гитлер поворачивал войска Гудериан на Киев, он поворачивал их на самом деле не только и не столько в сторону тыла Юго-Западного фронта, но и в сторону Донбасса. И Донбасс, который, и вообще, так скажем, юг страны, он обеспечивал в период до 2017 года едва ли не 80% всего добываемого угля. Это был, опять же, металлургический комплекс важнейший, и его начали терять уже в августе 41-го года, когда был потерян Кривой Рог. И при потере Донбасса и месторождений руды в европейской части страны, тут-то и понадобились те производственные мощности, которые создавались в 30-е годы. Эти производственные мощности, разумеется, не исчерпывались Магнитогорским металлургическим комбинатом или ММК. Это, во-первых, Челябинский тракторный завод ЧТЗ, который производил американские катерпиллеры, которые стали сталинцами. Ну, конструктивно они, конечно, претерпевали определенные изменения, но изначально запускали производство американский образец. Ну, это нормально, на самом деле. Еще один завод, который известен несколько меньше, чем Челябинский тракторный завод, это Уралвагонзавод, который, опять же, создавался путем переноса на нашу почву американского стандарта производства. И до войны, до 1941 года он не выходил на плановую мощность, в том числе ввиду того, что прямое копирование американских принципов не работает. В отечественных условиях реально работал такой принцип, как комбинат. Что такое комбинат? Это когда не покупается у множества поставщиков те или иные компоненты, а все делается на одном предприятии. То есть Уралвагонзавод, несмотря на то, что это было машиностроительное предприятие, у нее были в том числе и деревообрабатывающие производства. Потому что поставщики могли в любой момент завалить заказ на какие-то деревянные изделия. И этот завод, Уралвагонзавод, он обладал изначально большим потенциалом с точки зрения размещения на его площадках каких-то других производств. Еще один завод, о котором необходимо сказать, это завод номер 78, город Челябинск, который изначально занимался боеприпасами. Почему его я выделяю? Это связано с тем, что завод 78 стал донором производства брони для танкостроения Уральского. Ну и еще хотелось бы сказать про такой промышленный центр, как Пермь. Пермь, конечно, еще в период Российской империи поднималась на машиностроение. В 30-е годы был сделан сразу большой скачок вперед, и скачок получился, я бы так сказал, полуторный. То есть, с одной стороны, был огромный успех с производством авиадвигателей. Производились райциклоны, ставшие у нас М-25. А почему полтора? Потому что не удалось выйти на нормальные производственные мощности заводу 98-му, если мне память не изменяет, пороховому. Его строили с 29-го года к 41-му году. Он не производил тех порохов, которые от него требовали, баллиститных. И со всем этим страна попадает в 41-й год. И что защищал сурский рубеж? В принципе, было... Да, если можно, вот карта декабря 41-го года. Что он защищал? Я сразу глянув, когда я готовился к сегодняшнему мероприятию, сразу посмотрев на карту, потому что, опять же, к своему стыду я мало знал о тех рубежах, которые строились к востоку от Москвы. И сразу, что на этой карте видно, что защищает сурский рубеж. А он защищает Казань. Что такое Казань? Казань — это, во-первых, 40-й завод пороховой. Во-вторых, это 124-й завод авиационный, которым, между прочим, руководил никто иной, как Каганович, брат наркома. Застрелившийся в июле 41-го года. И Казань осталась единственным пороховым заводом, не потерянным в результате летней осенней кампании 41-го года. Завод в Шостке был потерян в результате киевского котла. Наступление до Донбасс. Теряем завод в Петровеньках. Мощности ленинградские тоже теряются, хотя Шлиссельбургский завод, он имел, конечно, вспомогательное значение. Теряются завод в Ростовской области. Вынуждены эвакуируются заводы из московского пула, хотя до них немцы не дошли, но их эвакуировали. И остается завод Казанский и эвакуированные люди. То есть, самая главная проблема были, на самом деле, люди. Производственная база, вот вторая промышленная база, она на 22 июня 1941 года уже реально существовала. И полемизируя со сказанным по эвакуации, я скажу следующее, что эвакуация, во-первых, заранее не планировалась. То есть, актуального плана на 22 июня, его просто не существовало в природе. И эвакуация, это по существу сплетение двух процессов, очень тесное. Это эвакуация плюс мобилизация. Эвакуация, она касалась, в первую очередь, людей. Пермский пороховой завод. На самом деле, кто был в Перми, быстро становится ясно, почему там были проблемы с работниками, запустили до 1941 года. Он находится на другом берегу реки. И, соответственно, предпочли идти на Мотовили, предпочитали идти на завод авиадвигателей, а не идти на пороховой, который, в общем, у черт на куличках. И эвакуированные люди с 59-го завода, с Донбасса, они наладили производство баллиститных порохов в Перми. И Пермь стала основой, например, зарядов для катюш и баллиститных порохов для тяжелых орудий. Эвакуацию из Ленинграда, Ленинградского Кировского завода, точнее, его танкового производства, она была сорвана стремительным немецким наступлением. Эвакуировать удалось буквально 400 станков из нескольких тысяч. И кто производил танки КВ? Производил танки КВ Челябинский тракторный завод, практически полностью использовав те мощности, которые были на тракторном производстве. Когда главное автобронетанковое управление сказало, а давайте возобновим производство тракторов, им сказали, мы не можем это сделать физически, потому что никаких 300 тракторов мы выпустить не можем. Все производство занято танками КВ. И здесь еще, помимо этой заблаговременной подготовки, конечно, сработали еще некое производственное решение. О чем идет речь? Ну, во-первых, Уралвагонзавод. Уралвагонзавод на своей площади принял, во-первых, авиационное производство. Но основным потребителем производственных площадей, уже существовавших, все вот эти станки, которые ставят под открытым небом, когда нам рассказывают про эвакуацию, это не имеет ничего общего с действительностью. Да, станки иногда выгружали, как говорится, в кювет, в снег. Были разные прелести эвакуации, они еще по-настоящему не описаны. Но реально все ставилось в цехах тех заводов, которые имели определенный заранее спроектированный и реализованный потенциал. Яркий пример здесь Уралвагонзавод, который, во-первых, приютил у себя производство танков из Харькова, во-вторых, именно здесь была налажена автоматическая сварка корпусов, которая компенсировала ту самую нехватку персонала, которая имелась во всех заводах уральских, приволжского региона. Ну и, на самом деле, Сибирь и Дальнего Востока. Еще один момент, который заранее продумали, это еще в 1940 году в СССР запускается программа литых деталей танков в целом. То есть в основном, в начальном этапе это были башни. И это тоже позволило реализовать потенциал вот этой запасной промышленности, которая уже была на 22 июня 1941 года. Это завод номер 78 и Магнитогорский металлургический комбинат, они не располагали теми мощностями, которые были у Мариуполя, потерянного в 1941 году, и у потерянной, и Жоры. Но, тем не менее, эти производственные мощности сумели перепрофилировать на танковую броню с помощью научно-исследовательского института 48, изначально питерского, ленинградского. И именно научный потенциал этого института позволил производить броню на тех предприятиях, которые никогда раньше броней не занимались, но при этом обладали достаточными мощностями для выплавки стали и, главное, литой брони. В последующем, в 1944 году, были такие передовые производственные решения, как литьё в кокель в металлическую форму, и изготовление корпусов танков ИС, опять же, литьём. И всё это базировалось на той самой производственной базе, которая уже существовала на 22 июня 1941 года. Она мобилизовывалась. Она не столько строилась заново или эвакуировалась, сколько мобилизовывалась. И, конечно, её не хватало, и в 1944 году понадобилось успешное восстановление того же Мариуполя, например. И половина литых башен танков ИС — это Мариуполь. Без него, конечно, было тоже тяжело и плохо. Но, тем не менее, в СССР существовала база, которая позволяла при эвакуации в основном персонала и в меньшей степени оборудования производить вооружение. При этом, конечно, свои ограничения были. Я в заключении уже скажу про ограничения и те проблемы, которые на самом деле преследовали производственную базу, которая имелась по Волжье и на Урале. Это, конечно, кадры. Пример следующий. Производство бронебойных боеприпасов. Постановлением ГКО на Урале формируется такой пул заводов, которые должны были выпускать огромное количество бронебойных снарядов. Поскольку бои 1941 года показали, что 45-ки немецкие танки берут плохо, берут их нормально снаряды 76-85 мм, но их катастрофически не хватает. Катастрофически не хватает, ввиду того, что в том числе завод, который производил те же 76 бронебойные, при всех его недостатках и провалах довоенных, он просто физически потерян в Донбассе. Пытались наладить производство бронебойных снарядов в Челябинске на заводе номер 78. И этот проект, к сожалению, проваливается. И проваливается прежде всего по кадровым причинам, то есть квалификация рабочих, квалификация инженерного состава, приводит к систематическому срыву всех возможных планов. В итоге от 78-го завода с бронебойными снарядами отстают, и бронебойный снаряд делает Москва. И основной производитель бронебойных, как на самом деле высокотехнологичного образца продукции военной промышленности, это Москва. Потому что именно Москва обладала теми кадрами, которые могли производственные программы реализовать. Поэтому я в принципе достаточно, скажу, я считаю, что потеря Москвы была бы страшным ударом. Но тем не менее построенный сурский рубеж, он тем не менее защищал важнейшие производства, которые касались прежде всего, конечно, Поволжья. Еще одно решение относительно базы, которая имелась в глубине страны, это завод Красная Сормова. Это можно с большой натяжкой назвать как бы новой индустриальной базой. Потому что если мы посмотрим количество станков, там даже в 42-м году едва ли не треть станков была еще выпуска до 1917 года. Есть статистика, может быть предъявлено. Он был, завод изначально наркомат судостроения, был переориентирован на танки первым постановлением ГКО. Первое постановление ГКО по предложению Малышева завод Красная Сормова становится заводом номер 112 наркомата танковой промышленности и при потере Сталинграда становится одним из основных производителей танков Т-34. На нормальные темпы выпуска он выходит только в 43-м году, но тем не менее это тоже был ресурс, с помощью которого удалось при потере индустрии европейской части страны сохранить производство танков и производство танков приемлемого уровня. Танки Т-34 все же держали марку в течение всей войны. Какой из всего сказанного можно сделать вывод, что решениями уже конца 20-х и 30-х годов в стране была создана сильная промышленная база, причем прежде всего гражданской промышленности, промышленности изначально не стопроцентно ориентированной на военное производство, мобилизация которой спаянная с эвакуацией кадров и частичное оборудование из европейской части страны позволило соревноваться с РУРом и соревноваться небезуспешно. Но тем не менее считать, что ключевое значение имело именно эвакуация, я бы не стал, потому что эта база все же имелась заранее и невозможно эвакуировать такую вещь, как производство металлургическое. Оно очень тяжело поддается эвакуации. Точно так же, как, например, производство алюминия. Кто производил алюминий? Уральский завод, который сделали до войны, до 22 июня. Волховские предприятия, которые должны были производить алюминий для страны Советов в районе Волхова, они были потеряны, и, в общем-то, там мало реально что-то было эвакуировать. Но завод уральский, алюминиевый, достаточно быстро вышел на тот уровень, что во время войны производство алюминий в СССР было больше, чем в 1940 году. И это было, разумеется, большое достижение того, что все делали заблаговременно. Вот все надо делать заблаговременно. Если завтра война, если мы сегодня к ней не готовы, если мы не построили завод 78, ЧТЗ, алюминиевый завод, если мы заранее не придумали, как надо отливать танковые башни из литой брони, немцы для справки литой брони практически не использовали, американцы, наоборот, активно использовали, то нас ждет провал. Как бы за месяц нельзя сделать того, что делается за годы. Поэтому вот эта база, которая была, которая защищал сурский рубеж, она была все же заложена в течение нескольких лет предвоенного периода. Это глубина планирования. Глубина планирования – это самое главное. Так спасибо. Большое спасибо. 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 Спасибо.